Итак, всем привет, с вами Дамгай, продолжаем мы проходить за разные страны, Виктория 3. В прошлой серии мы за Японию, до этого была Германия, Россия, теперь я решил объединить Италию. Сделаю сюда, здесь как обычная экономика, так себе, да, но мы ее поднимем. Застраивается здесь порт, я это так и оставлю. Единственное, техи у нас качаются реализмом, мы конечно же пойдем в железные дороги в первую очередь. И у нас здесь очень много где используются на самом деле старые технологии, да. Поэтому давайте сделаем все по максимуму, потом будем смотреть, где мы что можем импортировать, где что-то не можем импортировать. И уже от этого будем отталкиваться, да. Постараемся мы с развойными подобединить Италию, единственное, у нас только с Папой Римским хорошие отношения. Вот Ишка, видимо, старается мирно объединить, но это невозможно, потому что надо всех в рынок позвать, но это, извините, не получится. Кроме того, цинализм у нас уже есть, кстати говоря. Да, нам только буквально нужно стать великой державой, чтобы тогда можно было сформировать Италию. Хотя даже, по-моему, великой державой не надо быть. Да, нужно стать, хотя непонятно, я уже точно не помню, как это было в прошлый раз. Нужно, наверное, крупной державой хотя бы быть. И, очевидно, захватить территорию. Ну, вот мы позахватываем вот это все, а точнее все сделаем марионетками, потому что это дешевле и проще, да. И уже с марионетками все восстановим. Плюс марионетки будут еще за нас биться, так что полезно. Поехали. Также мы законы тут начнем сразу делать. Начнем обязательно со школ, самое важное. Потом попробуем свободную конкуренцию принять. Просто школу принять будет попроще, поэтому можно будет это делать пораньше. У нас такое себе распределение правительства. У нас, понятно, землевладельцы немного сильные, но реально очень немного. Здесь просто безумно сильные буржуа, малые, мелкие. Не сильно-то они и мелкие получаются. А они на нужные нам законы вообще никак не влияют. Поэтому мы будем сейчас что-то придумывать. Ну и, конечно, сейчас со стройкой тоже что-то придумаем. После того, как у нас рынок поймет, что ему нужно, собственно говоря. Чувствую, что сейчас будут большие минусы. Но что поделать? Нам нужно понять, что на нашем руке не хватит. А вот мы и узнали. Будем сейчас настраивать импорт и производство. И вот таким получится первый наш конфликт. Казасыбелли я добавил против всех вот этих ребят, кроме триполитании, да. То есть Тоскана, Парма и Модена. Ну-ка, Тоскана, Парма, Модена. Будут марионетками в первой войне. За них вступилась Россия почему-то. Ну, вступилась и вступилась. Что, бухтеть-то? Нам на это особо никак не повлияет. За нас вступился Осман. Да, пускай он там будет сдерживать Россию. Пока мы здесь высадимся. Я думаю, без проблем пробьемся. Вот. Так что план достаточно простой. Поехали. Блин. Тут почти Джорджо получился, но нет. Ладно, это просто Джованни. Джованни отправляется в Тоскану. И без проблем здесь пробиваемся, да. Еще и наша армия вот отсюда поддерживает. Вот здесь вот нашу вот эту. Я его туда поставил, потому что он гневливый. Это плюс атаки дает. Без проблем мы взяли Тоскану. Сейчас, я думаю, возьмем Модену, да. И после этого уже дойдем до Пармы, получается. Я так понимаю, Россия пытается доехать, но не успевает никак. Так что да, достаточно простая война. Осталось лишь просто посидеть, пока Россия там с Османом не замирится. Что-то до сюда, я думаю, она уже не доедет высаживаться. Хотя флот им, конечно, есть, но думаю, не должна. Ну вот уже и газосыбельные применяются. Тоскана, Модена. Осталась Парма. А Лука что, наша уже марионетка? А, это наш доминион. Прекрасно. Ну все. А, там, как раз, блин, на Османа. Ну, короче, надо будет постараться сейчас на Белый мир замириться, конечно же. И, в принципе, они в один момент могут даже согласиться. Еще я понял, что у нас очень не хватает импорта. Да, очень точнее, не хватает морских путей, чтобы торговать. Кстати говоря, смотрите, как наша экономика, да, взлетела резко. После того, как я все поменял. Да, у нас все еще есть вот эти вот минусы. Но мы сейчас подымпортируем. Видите, минусов уже осталось не так много. Тут раньше было и шелк, и взрывчатка, и уголь. Но потихоньку все под баланс. Ну, в баланс приходит. И с помощью путей, конечно же, но пути не хватает. Достроим порты. Станет получше намного. А вот Россия готова замириться на Беломир. Отлично. Вот мы и взяли уже, можно сказать, где-то треть с необходимых нам территорий. Следующей должна быть Фабская область и Сардиньев Емонт. Но нам не хватает, так полагаю, престижа для этого. Давайте попробуем сделать вот так. И теперь хватает. Какая прелесть. Вот мы и приняли первые школы. Отлично тоже. Можем сразу их качать. И сразу же начать качать свободную конкуренцию. Благодаря нашим также постройкам в промышленности. У нас, смотрите, как промышленники резко улетели по влиянию. Опять-таки, потому что мы резко начали. Сильно развивать нашу экономику. Да, все достаточно просто. А так, стали у нас не будет. Единственное. Забавно, что вот этот открылся позже вот этого. Но, ладно. Такое возможно. И нам в теории бы на стали перейти вот здесь вот. Но стали у нас пока особо, по-моему, нету. Да, да, так и есть. Так что нужно будет построить сталь. Но это все после портов. Строительных секторов. Портов. Увеличиваем мы строительные секторы, потому что мы уже в плюсе. Вот. А потом сталь. Ну и здесь, видите, уже на будущее заготовлено шелк и дерево. И вот так вот получится конфликт. Как обычно, Россия зачем-то в Италию лезет. Ну, допустим. Но самое главное, нам просто вот здесь вот быстро продавить. И заставить папскую область капитулировать. И успешно. То есть вот тут получился, короче, мем классный. Сейчас не знаю, можно будет ли это как-то показать. У нас, короче говоря, вот здесь вот были российские войска. Помните? Да, 100. Но отсюда наступали мы тоже. Это те же территории. То есть здесь вот были российские войска. Начиналась битва. Но. Так как мы атаковали отсюда сюда. Потерялись провинции, в которых были российские войска. И они телепортировались домой. И получается, что мы вот отсюда захватили территории, которые сражались на другом фронте, да? Нам это сейчас играло, конечно, на руку. Но система эта идиотская. Я собирался защищаться вот этими двумя армиями от российских войск и нападать с севера. Но получилось, как получилось. Как обычно, я один в этих играх. Ну, что поделать. Вот мы и покорили полностью папскую область. Собственно говоря, скоро они капитулируют. И Россия, я думаю, после этого согласится Беломир подписать через какое-то время тоже. Да, вот. И марионетка готова. Ждем теперь только Россию. А вот здесь нам не везет со свободной конкуренцией. Надо отменять и думать, что мы еще можем поставить. Потому что она уже не успеет приняться. Можно метод страхования чуть-чуть повысить. Это тоже будет полезно. Протекционизм. Плохие шансы. А здесь тоже вряд ли пропорционально мы можем поставить, да? Колонии, казалось бы, можно. Ну нет, давайте, давайте тогда медицина хотя бы индивидуальная. ГОС не получится, скорее всего. Ну да, там слишком маленькие шансы. А этому хотя бы никто не мешает. А вот и Россия готова подписать Беломир. Отлично. Мы теперь в мире и почти со всей Италии. Нам осталось Сардинь и Пьемонт. После этого мы уже сможем сформировать Италию, я думаю. К сожалению, наш рынок сформировался. И еще вот такая вот получилась здесь война. Но я думаю, что мы успеем пробиться, а потом к нам уже никто не высадится. Испанцы напали вот так. Земляем пухом. И здесь турки тоже напали вот так. Это на самом деле очень хорошо, что первые битвы портнули у них. Потому что сейчас они потеряют кучу войск здесь на этом. И теперь уже мы вот здесь, когда наступаем, да, видите, они не успели пополниться вообще. И то же самое будет здесь. Это прям прекрасный момент сейчас был. Здесь вот не зря на то, что их намного-намного больше. Там очень много не пополнившихся войск. И очень много безморали войск тоже. И сейчас, когда мы там уже их победили, они все так же не будут успевать даргеневаться. И мы все так же будем продолжать их пушить. Уверенно. Плюс там еще и статы уже. Не уже, а в принципе пониже. Ну да. Вот это война против вот этого количества стран. Но видите, они сюда отправили ограниченное количество войск. Либо они в принципе... Хотя нет, но как бы много войск. Видимо, да, они реально не все просто отправляют. Вот опять же, без Твораи он это фиксил. Но он добавлял кучу проблем с тем, что Россия закинула сюда вот 300 тысяч моментально. Это тоже не идеально. Так что сложная пока отдельная система. Но вот эта, в принципе, ванильная система того, как они закидывают войска, тоже не так уж-то и плоха. Честно говоря. Потому что должен занимать какое-то время переправка войск, не знаю, из России в Италию. Или из Турции в Италию. Все вот это вот. Ну и вот, наши битвы почти закончились. Самое главное, что французы и австрийцы не вступили за них. Так, давайте. Посидишь, посидишь, пока мы там добьемся, да? Потом, а, ну вот. Капитуляция есть. Все. А мы можем прямо в войне нажать эту кнопку? Да. Ну что ж. Прям в войне так и нажмем. Почему бы нет? Отлично. Так, у нас, конечно же, сейчас будет небольшой троллинг по всем пунктам. Да, но я думаю, с ним справимся. В России, кстати говоря, восстание жесткое. Вот что бывает, когда вы воюете в Италии. Так, с Игоря, мне грустно за это, потому что Россия все-таки тоже была под нашим контролем. Видеть такие вещи немного неприятно. И все, кстати говоря, замерились на Белый мир. Сразу же. Отлично. Нужно теперь заняться нашей экономикой, да? У нас, я так понимаю, куча сейчас расходов появилась разных. Да, на кучу домиков. Там какие-то госзарплаты бешеные. Надо вот так вот сделать точно. Надо сейчас с домиками вот этими разобраться. Да, 1300 бюрократия. Но это, я думаю, в основном вот из-за этого. В принципе, да, плюс-минус. Так что домики мы сносить не будем, а просто их начнем использовать. Ну и, короче, ребята, все происходит как обычно. Я уже устал от этого. Но игра опять вылетает. Игра опять вылетает. Я сейчас делаю заново. Игра вылетает. Я пробую что-то не делать. Игра вылетает. Я пробую не делать ничего. Игра идет, идет, идет. Там где-то после 16-го, по-моему... Вот, да. В конце недели происходит вот это. Вылет игры. Ну, что ж. Прогождение закончилось очень быстро. Я бы сказал, очень классическим для парадоксов путем. ХЗ, что с этим поделать? Ничего. Начинать новое. Потому что, ну... Я не знаю, что я сделал не так, чтобы игра крашилась, верно? Это просто невозможно узнать. Так что нам остается просто сказать, когда пофиксит опять эти вылеты, которые просто везде. Так что, ребят, с вами был Дабгей. Я думаю, мы можем начать либо еще такую же серию, либо что. Пишите в комментариях, за что вы хотите, чтобы я поиграл. Но только не за что-то супер маленькое и скучное. Вот. Так что я, скорее всего, что-нибудь посмотрю и что-нибудь выберу для следующего прохождения. Либо сделаем второй сезон такого же прохождения. Надо подумать не будет. Вот. В любом случае, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь, если вдруг не подписаны. И до скорых встреч. Пока. Пока.